Нам нужно правильно стоять. Для этого расстояние между стопами должно соответствовать от среднего пальца до большого пальца. И вот эти отметины между вторыми пальцами ног. Вот так. Между средним и большим пальцем. Какие бы пальцы у вас ни были. Сокральная геометрия тела. Есть много соответствий, которые соответствуют именно вашим пропорциям. Расстояние между ногами у вас должно быть, как вот расстояние между большим и средним пальцем. Все, встали. Для многих это узкая поза. Вот смотрите. Я не верю, что ваши пальцы дотянутся до ваших ног. А сколько? Не, 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 не. Вторые пальцы. Не большие пальцы, а вторые. Между вторыми пальцами. Как бы, ну, по центру. Пальцевая зона. Так, хорошо. Стоим. Маленькая информация. Вот это вот для вас, для каждого из вас. Сейчас разберутся с пальцем. Вот это расстояние для вашего скелета позволяет скелету стоять на опорах, минимально задействуя мышцы тела. Каждая поза. Принцип заземления связи с землей в том, что каждая поза должна на себя тратить минимум кинестетической энергии. То есть, для этого нужно, чтобы были задействованы только и только те мышцы, которые соответствуют удержанию позы. Вот эта вот поза самая энергоемкая для тела. В ней мышцы не потребляют энергию, если они расслаблены. Здесь нужно минимум. Практически мы стоим на скелете, если потом восстановить осанку и положение головы правильно. То эта поза отключает все затраты, практически все затраты физического тела, которое постоянно тело потребляет. Все остальные стойки, а самая распространенная ошибка, приблизительно вот так, в полтора-два раза больше расстояния, где стоят как бы в базовых стойках. Здесь перенапряжение идет на внутреннюю поверхность бедер и на внешнюю. А это каналы, которые отвечают за равновесие в состоянии давать-брать. Ни для кого не секрет, что для женщины ноги одной из очень важных частей тела. Конечно, не такой важной, как наша любимая матка, но ноги очень важные. Опора, чувство опоры для женщины – фундаментальное чувство безопасности. Если женщина не чувствует своих опор, она в тревоге. Она не способна ни сохранять энергию, ни управлять своей энергией. Никому ничего давать она тоже не может в этом состоянии тревоги. Поэтому базовое, с чего начинается любое взаимодействие с энергетическим телом, это чувство безопасности, спокойствия, ощущения потока, на которые вы не тратите абсолютно никаких сил. То есть это базовая стойка. Есть целые семинары, которые посвящены тому, чтобы люди учились начинать правильно стоять. У нас есть на это две недели еще. Поэтому работают... А при этом ноги должны быть параллельно? Параллельно, да. Хороший вопрос. Стопы параллельно. Причем параллель идет по вторым пальцам ног. Не по большим, а по вторым. Большие, как бы, получаются они внутрь заворачиваться, потому ощущение, что ножки чуть-чуть косоладки. На самом деле они стоят параллельно. Дальше идем. Я не буду детально все. Нам главное сейчас структуру понять. Вниманием поднимаемся к коленям. Между коленями должно быть ощущение, что вы держите резиновый шаг. Из-за этого их распирает, и они начинают смотреть чуть-чуть в стороны. Эта позиция позволяет энергии земли хорошо подниматься вдоль наших колен и проходить спорта. Дальше. Бедра. Почувствуйте свои бедра. Почувствуйте копчик. А теперь представьте, что вы как бы чуть-чуть присаживаетесь на копчик. Для этого вам нужно присогнуть коленки. Вы присели чуть-чуть на копчик, как будто бы оперлись на него. Вот присогнутые колени. Присогнутые колени. И от этой позы у вас бедра немножко разворачиваются. И теперь, чувствуя свой копчик, попытайтесь, как в лего, выстроить позвоночник достаточно прямо на нем. И макушка дополнительно потянитесь вверх. Если вы все сделали правильно, ваш живот подтянется естественным образом. Он как будто бы станет чуть-чуть. Смотрите. Плечи расслаблены, руки расслаблены. И теперь расслабьте все мышцы, которые не участвуют в этой позе. Начнем с ягодиц. Расслабляем ягодицы. Не теряя позы, расслабляйте до тех пор, пока вообще это возможно. Если вы правильно все делаете и расслабляете ягодицы, вы почувствуете, что волна удовольствия начинает прокатываться по мышцам, которые начинают расслабляться. Это очень приятный процесс. Ищите это удовольствие. Удовольствие в этом может быть хорошим ориентиром. Если ваше тело получает удовольствие от внутреннего движения, значит, оно получает порцию расслабления, снимает напряжение, и энергия начинает течь. Женщина чувствует приток энергии, который у нее всегда связан с чувством удовольствия. Удовольствие ягодицы. Ягодицы. Расслабляем бедра. Ваше тело может немного двигаться. Колени подвижные, слегка мягкие, они живые. Они откликаются на каждый толчок энергии, который идет по ногам. Хорошо. Почувствуйте свои стопы. Почувствуйте свои стопы. Почувствуйте стопы. Хорошо. Всю нижнюю часть тела мысленно от стопа поднимаемся к коленям. К коленям держит резиновый шарик. К бедрам. Переходим в живот. Почувствуйте, как в животе плотная, плотная такая плотная энергия. Она очень как сгущенное молоко. И эта энергия теплая. И почувствуйте, что вокруг живота у вас некий шарик такой. И сейчас по вашим ногам снизу поднимается энергия. Энергия всегда идет по спирали. Всегда. Да, это закон. Это всегда спиралевидное движение. Ну, может быть, разные амплитуды. Но это всегда воронки, которые поднимаются. Спирали, спирали. Вселенная из спиралей. И у вас по ногам поднимается энергия Земли и наполняет ваш шарик вокруг живота. Вернее, который включает в себя живот, все внутренние органы. Центром этого шарика является матка. Самый основной, как это сказать, первопричина нашего пола. Матка. Матка – это очень важный орган именно для женщины. Это основа женского развития, здоровья, вообще тела, всего-всего. Всего воплощения, что связано с женской природой. Источник этого матки естественна. Ее надо беречь, лечить, исцелять, наполнять. Правильно с ней взаимодействуем. Потому что это наша база, наша женская база. И сейчас энергия снизу поднимается. Это целительная энергия Земли. Целительная энергия Земли. Материнская. И наполняет нашу сферу. И наша сфера начинает расти. Начинает постепенно увеличиваться. Наполняет жизненной силой. И вот в какой-то момент вы почувствуете, что вам достаточно. И вы приостанавливаете сами этот процесс. Мысленно, мягко, закрывая свою сферу с по-сих сторон. И вы можете вниманием почувствовать границы этой сферы. Вы можете руками себе помогать. Руки помогают собирать внимание на себе. Взаимодействуя с руками, вы векте достигаете своих задач. На практике. А теперь почувствуйте свой живот, область своей матки, ее энергетическую такую сущность. Это похоже, что в животе, как такое упругое яблочко находится. Оно может быть меньше, как с деннисным мячиком. Может быть, чуть больше быть. У каждой женщины свой размер на данный период жизни. Это все варьируется. С энергетической емкостью матки можно спокойно, целенаправленно работать. И сейчас мы будем делать простую практику. Мы будем звучать звук МОМ. М-О-М. И в этот момент на М внимание все собирается в матке. Потом на О мы представляем, что энергия из центра начинает расходиться и наполняет всю нашу сферу во все стороны. Доходит до ее границ, начинает возвращаться назад. И снова собирается в глубине живота, в области матки. Но уже как бы обогащенная контактом с энергией внешними относительно цвета. И на втором М мы поджимаем промежность дополнительно. Кончик языка поднимается к нюбу. И мы мысленно накручиваем эту энергию на свой центр. Потом спокойный вдох. Все расслабляется. Промежность расслабляется. Язык опускается. И снова мы звучим МОМ. Я сейчас начну делать, показывать. Ваша задача присоединиться ко мне через раз. Там посмотрите. И в своем ритме дыхания. Это очень важный момент. Со своим неким процессом вы в этот вход. Не повторяйте за мной формально. Вы можете посмотреть, почувствовать мое тело, его движение внутреннее, внешнее. И просто начать в этой форме делать свое дело дальше. То есть сильное копирование уходить не надо. И ритм дыхания абсолютно свой. Со своей интенсивностью, комфортной. Еще три раза. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Делать созвучный выдох, на котором остатки напряжения по спине, через каналы ног, через гопчик, уходят через наши энергетические корни в землю. Делать созвучный выдох. я говорила о базовых принципах энергетического тела. Возвратно-волновая форма – один из базовых принципов. Это петли. Когда мы всё в своей жизни делаем из центра. Всё, без исключений. И всё настоящее, маленькая поправка, всё реальное для себя, для своего развития, это всё выходит из центра, из нашей глубины жизни, из живота. Если вы будете делать одну эту практику, но качественную, вы в себе начинаете будете простраивать один из новополагающих принципов работы энергетического тела, возвратно-волновые формы. Все боевые искусства, всё тайчи, всё строится на возвратно-волновых формах. Весь цикун стоит на возвратно-волновых формах. Мы через эту петлю внутреннюю, которую нарабатываем, учимся взаимодействовать с внешним миром правильно. Во взаимодействии с внешним миром всегда присутствует возвратно-волновая форма. Что-то всегда начинается, проходит весь свой цикл реализации, есть максимальная точка всегда удаления от начала, и всегда есть завершающий процесс назад. Интенсивность, уроки, разумность, удовольствие присутствуют на всех этапах возвратно-волнового пути. И в начале, и в конце. И в начале, и в конце. Легко осознаётся через тело принцип, что бывает, что все процессы, не то, что бывает, а закон жизни, все процессы когда-то заканчиваются. Какие-то процессы заканчиваются очень долго, потому что большие петли, слишком большой пульс совместный. Какие-то процессы на более коротких пробежинках. С чем женщины приходят на женские тренинги. Основной запрос. Хочу хорошей семьи. Не знаю, остаться ли мне с моим мужем или разойтись. Этот мужчина мне нужен или другой. Какие бы запросы ни были, что бы ни происходило с личной жизнью, ощущение возвратно-волновых принципов в теле позволяет чувствовать, на каком этапе отношений вы находитесь, и воспринимать это адекватно и нормально. Кто вам сказал, что браки должны длиться вечно? Скажите. Это вообще паразитическая идея, на самом деле. Я считаю, это мое личное мнение. Вопрос в том, что... У меня второй брат в жизни, и моего мужа сейчас, Олега Российского, тоже. Мы сейчас с ним вместе 17 лет. И я могу сказать, до этого у нас были опыты, естественно, с другими партнерами. И я могу сказать, что ценность отношений важна... Ну, как бы ценность отношений для нас не в том, чтобы чувствовать радость от совместного времяпрепровождения. То есть, когда есть этот поток развития, когда вы чувствуете, что вы черпаете, черпаете друг в друге, черпаете. Вот когда вы черпаете друг в друге, длина вашей петли, вашего совместного процесса парных отношений, она добирает и уходит во Вселенную дальше. Вы прокладываете очень долгий путь совместной пары. Потому что назад путь ассимиляции опыта, вынесения урока, вот всё-всё-всё-всё это собирание энергии опыта, он будет так же увлекательным, как и путь туда, в познание друг друга. А что значит черпать? Это двигаться навстречу, это чувствовать потоки друг друга. Но всегда надо начинать с себя. Если вы не чувствуете собственных вол, энергии в своём теле, то как вы почувствуете вообще совместный процесс с кем-то? Это более сложная задача. Поэтому на женских тренингах распространена ситуация. Я сама умею много говорить. Вы видите, я очень разноречивая. Но часто распространена ситуация, когда мы пытаемся изменить отношения к чему-либо. Это как бы базовый такой из принципа психологии. Я сама психолог. Я хорошо знаю, о чём я говорю. И психологическими консультациями я, конечно, занимаюсь. У меня есть клиентки с многолетними процессами. Процессами смысл в том, что изменение отношений делает очень хорошую помощь в процессе трансформации негативного опыта в положительный. Но отношения — это лишь помощь. Невозможно... Энергетическое тело и физическое тело, они очень связаны. Все ваши психотравмы настоящие, которые не переживают, они держатся во всём узором. И если вы не работаете с энергетикой тела и с физикой, вас не спасёт никакое изменение отношения в какой-то ситуации, ваше страдание найдёт дорогу наверх через другую форму. Потому что сам факт страдания, сильные обиды, чувство брошенности, чувство одиночества — это не ситуация с вами сделана. В любом случае не та, о которой вы думаете, 100%. Это гораздо глубже. Это то, что мы не осознаём. И это одиночество прострелит через другую ситуацию, через другие отношения. Поэтому, будучи мастером в разговорном жанре, я ушла в звуковые практики голосовые, где мы работаем с энергетикой тела и просто голосным и звуком выравнивая энергетическую структуру через голосовые практики. Потому что мы пришли к этим упражнениям через большое количество опыта взаимодействия со своей жизнью, со своими отношениями. и там с другими людьми. Это база. Если вы начинаете исцелять базу, все вот эти вот психологические квесты, все журналы, психологи, все книжки по всеми иным отношениям вам не понадобятся, вы будете чувствовать реальность в своих парных отношениях с энергетической точки зрения. в реальность. И вам будет понятно, что происходит, как с этим взаимодействием. Они нужны будут религи. Они нужны. Если мужа нет, если мужа нет, то мужу, значит, делать рядом ничего. Потому что мужчинам нужна женская сила и женская энергия. Если вы начинаете работать со своим энергетическим телом, его увеличивая, у вас не будет проблем с вниманием с мужской стороны. Не будет. Что такое внимание мужчины? Это бессознательный принцип. Вообще. Это глаза, которые двигаются сами по себе. Голова, которая сама по себе поворачивается. Я всегда рассказываю этот случай интересный. Я ехала в Москве со своего тренинга женского в метро вечером. Захожу в пустой вагон. Один человек в одном краю, другой в другом. Сажусь по центру, никого рядом нет. И еду дальше. На следующей остановке заходит дедушка. Раз, сел ко мне под бок. И так прикорнул. На следующей еще мужчина сел в другой стороне. Кроссворд открыл. На следующей остановке вошли двое парней, бурно жестикулируя, общаясь друг с другом, стали прямо напротив меня. И едет пустой вагон. И я сижу, окруженная мужчинами. Никто из них меня не видел. Понимаете? Это не они идут. Это их тела идут. Тела. Энергия течет. Это за ней уже дальше идут глаза. Они могут оглянуться и посмотреть на странные ситуации для приличия отсесть немножко дальше. Хотя бы. Но они каждый погружен в свой процесс. Когда мы работаем с энергетическим телом со своим, мы вот на эту базу опускаемся. Вы понимаете, что мужчину до состояния мужа очаровать только эзотерическим умом невозможно. Ему нужен хороший секс. Ему нужно хорошее душевное, сердечное тепло. Ему нужна муза. Ему это нужно для того, чтобы он каждый день был рядом и боялся это потерять. Поэтому, конечно, энергетическое здоровье, физическое тело и творчество в любом виде. Вот это вот условие, которое вам создаст такую женскую силу, такую притягательность, в которую вы уже будете распоряжаться по собственному усмотрению. «Этот меня чем привлекает?» Вот эти. «А, это чем?» «А, это чем?» «А, что же это?» «А нельзя тут двух сохранить?» «Почему я должна чем-то жертвовать?» «Ну, почему?» Типичная ситуация для женщины с сильной женской энергией. Она собирает везде. И любовников в том числе есть. Я не такая. И когда вы работаете с женской силой, с женской энергией, с женским здоровьем, у вас раскрывается всё, что на букву «Ж». Всё женское. Всё. Всё, что связано с образом женщины. Красота, изящество, гармоничность, творческие все проявления. Что женщина делает? Она танцует и поёт. Всё это начинает расцветать. Это можно делать через голос. Мы поступаем так, чтобы приходить к нам на голосовые праздники. Вот. И в этом случае женщина довольна. А вот какую стратегию в жизни она уже потом выбирает, это её выбор. В том-то и дело, что базовый принцип психологический женщины, у которых постоянно чувство обесточенности, выглядит так, что она чувствует, что это с ней кто-то что-то делает, потому что она не управляет процессами. Вот эта позиция жертвы, о которой много говорят, психология, психотерапия, роль жертвы, она связана с простой энергетической реальностью. Либо женщина наполнена и распоряжается ситуациями за счёт своих решений и энергии, которые у неё есть реально в теле. Либо она обесточена, и она естественная, её как щепку гоняет по жизни. И вот это вот ощущение себя жертвы, это на самом деле законное ощущение. Она ничем не управляет. Она ничто не может контролировать реально. Она ничего. Потому что единственное, что мы можем контролировать в нашей жизни, это наше состояние. Всё. Больше у нас ничего не нет. Все наши банковские счета в животе, все наши квартиры, все наши отношения, дети, прошлое и будущее, всё здесь. Вот всё здесь. Если мы вот это место своё не чувствуем, им не управляем, не ощущаем его изнутри, у нас ничего в жизни нет, у нас пустые формы. И мы чувствуем себя жертвой этих обстоятельств. И скажите мне, как с этим работать через изменение отношения к проблемам? Никак. Только через энергетическое состояние этих людей. Идем. И мы переходим сейчас ко второй практике. Первая, напомню, кто уже всё забыл, с чего смутилась. Мы делали мон, возвратно волновую форму. На самом деле это очень многоуровневая практика. Там есть такие развёрстки, какие-то конкретные задачи, можно её разворачивать и с ней эффективно работать. Об этом обо всём, в деталях, в подробностях я рассказываю на своём тренинге 6 базовых понятий здоровой энергетической структуры женщин. Я думаю, что мы с Лилией определим дату, и я приеду с этим тренингом в Таллинн, поэтому будьте на связи с Лилией. Можете оставить контакты, если ещё большая энергия. Да. И вообще, вот это вот тренинг, 6 базовых понятий здоровой энергетической структуры женщины, на котором мы вот в подобном стиле, с практиками, с упражнениями, там в парных будет много взаимодействия, изучаем узор своего энергетического тела на данный момент, пробуем и понимаем, как выглядит узор здорового энергетического тела, что в себе нужно достигать, к чему стремиться, на чём собирать внимание, чтобы приближаться к этим состояниям, и как эти принципы работают вообще и отражаются в реальной жизни в нашей. это вот всё мы на тренинге разбираем по мере временных возможностей. Итак, возвратно-волновая форма, сейчас будет вторая практика, тоже очень простая по форме, но вся её сложность заключается в том, что нужно внимание, вот сколько силы в вашем внимании, столько и глубины энергетических изменений будет в вашем теле и физическом в том числе. Поэтому, конечно, с силой внимания, с концентрацией надо дополнительно всегда работать и увеличивать эту свою способность. Именно она включает все практики внутри. Способность концентрации. Итак, вся сложность вот в этом внутренних образах. Для вас занимайте стойку, стопы параллельны, выстраивайте тело так, чтобы вы стояли только на скелете, расслабляем все мышцы, которые не участвуют в поддержании позы, тянемся макушкой вверх, чуть-чуть опираемся на копчик, на хвостик. Коленки присогнуты, между коленями резиновый шар, бедра тоже от этого усилия в коленях немного разворачиваются в стороны. И сейчас почувствуйте, просто стойте с закрытыми глазами слушайте меня. И сейчас почувствуйте, что из ваших столб порастают корни, как дерево. И эти корни тянутся в церкви. в церкви. Спасибо за субтитры Алексею за субтитры Алексею